Добрый вечер, уважаемые пермики! Как-то в конце года, в декабре, принято подводить итоги. Собственно, этим мы сегодня с вами и займемся. Тему мы так определили «Итоги политического сезона» или «Итоги политического года», как угодно это можно называть. Но итоги – слово такое, основополагающее в данном случае. Итак, как бы вы определили, каким был этот политический год для вас, для фракции в целом, ну и для нас, для пермяков? Как вам кажется? Ну, я думаю, что итоги, если подводить, то год был совершенно точно непростым. Я думаю, что на протяжении длительного достаточно периода времени пермики не были свидетелями таких политических баталий, возможно, в том числе и в стенах законодательного собрания. И на, я не знаю, в средствах массовой информации. Год был непростой, потому что, собственно говоря, у нас достаточно новый губернатор. И в этом году, я думаю, что формировались некие принципы взаимодействия не только между законодательным собранием, представительным органом власти и исполнительным органом власти, но в том числе и исполнительная власть формировалась внутри. То есть назначались премьеры, назначались вице-премьеры, они менялись, соответственно, менялся стиль работы, и он менялся не только внешне, он менялся и внутренне, содержательно. Все это в конечном итоге выливалось в какие-то решения, которые, собственно говоря, пермики могут оценивать. Я оцениваю их как непростые. Я думаю, что пермики тоже оценивают их как непростые. Во всяком случае, раньше, если происходило что-то в стенах законодательного собрания, для обычных людей это всегда были такие рабочие моменты. И правительство, и ЗС как-то находили общие какие-то точки соприкосновения и приходили к знаменателю. В этом же году активно депутаты сопротивлялись каким-то решениям, многие называли это демаршем, нарушением дисциплины депутатской и так далее. Кстати говоря, вы один из тех, кто довольно публично все это дело игнорировал, вставал, выходил и так далее. Вы как считаете, это все-таки нарушение дисциплины или это какой-то рабочий момент, ну тоже может быть, почему нет? Знаете, многие называют это какой-то оппозицией, но я, честно говоря, считаю, что это не что иное, как попытка достучаться до разума, до какой-то логики, с целью, чтобы в конечном итоге было принято решение, которое пойдет на пользу всем жителям Пермского края. Приведу пример. Мы полгода или около этого говорили о том, что нужна абсолютно прозрачная процедура по аэропорту. Нам нужен инвестор, который без всяких юридических проблем, связанных с проведением конкурса, заходил, получал определенные обязательства по строительству аэропорта и реализовывал эти обязательства. Но со стороны исполнительной власти, к сожалению, мы не находили определенного понимания, и аэропорт заносился дважды, насколько я понимаю, в законодательное собрание. Но в итоге мы сегодня имеем, и хорошо, что губернатор услышал нашу точку зрения. Все-таки конкурс по аэропорту отменен, а это значит, что мы в ближайшее время, надеюсь, получим прозрачный конкурс, получим инвестора, который не будет уже в течение двух или трех лет судиться с федеральной антимонопольной службой, потому что именно федеральная антимонопольная служба усмотрела картельный сговор. Сговор в том, что аэропорт передан определенному инвестору и почему-то не попал другим инвесторам. Поэтому очень сложно сказать, вот это демарш или не демарш. Я думаю, что скорее это разными способами попытка, в том числе и путем проявления нашего уральского, пермского характера, достучаться и донести определенную логику. Возьмем тему «Газпрома». Первоначально она зашла в законодательное собрание и… Это про льготу речь идет. Это про льготу речь идет, да. Значит, и попытка была отдать «Газпрому» льготу, по-моему, на 3,5 миллиарда рублей. Мы говорили о том, что необходимо соглашение с «Газпромом». Необходимо… Четко прописано, что «Газпром» за это делает, конкретно километраж откуда-то. Конечно, конечно, понимаете. Вот каждый в своей семье, собственно говоря, заключая с кем-либо договор, но тот же ремонт квартиры, он четко прописывает, за какие деньги, что у него возникнет. А здесь, ну, собственно говоря, мы должны были заплатить деньги, как все налогоплательщики, в целом бюджет пермского края. Но при этом, что мы получим за это, было достаточно непонятно. На сегодняшний день у нас есть соглашение с «Газпромом», пусть на полтора месяца до конца года, что, безусловно, у некоторых зрителей вызовет улыбку, но, по крайней мере, создан прецедент, что теперь мы все-таки, подписывая соглашение как-то, куарно, значит, или, если о нем не знает какое-то количество людей или жителей вообще в целом пермского края, понимаем, что то или иное решение на законодательном собрании может не пройти. Так вот, имея соглашение на полтора месяца и предоставленную льготу на 500 миллионов рублей, я надеюсь, что, если последует другая законодательная инициатива уже о полутора миллиардах рублей, то там будут полновесные объекты, которых, к сожалению, мы пока не увидели в этом соглашении, физкультурно-оздоровительные комплексы. Нам обещали, или, по крайней мере, говорилось о том, что будут ледовые дворцы, будет строительство каких-то школ, может быть, какие-то еще объекты. Пока мы этого не увидели, но прецедент того, что мы выделяем деньги против каких-то преференций для пермского края, он создан, и я надеюсь, что он будет жить. Поэтому назвать это оппозицией, либо демаршем, я бы так не стал делать. Дмитрий Станиславович, вот опять же, возвращаясь к аэропорту, это такая боль вообще всех пермяков, потому что смотреть на это невозможно просто без слез, когда прилетаешь из приличного аэропорта, заходить в наш, просто, мягко говоря, стыдно. И тем не менее, у других депутатов есть мнение, в смысле, аргументация, в пользу того, что передать Ренове в аэропорт. Пусть хоть кто-то, но пусть что-то меняется, потому что сколько можно с этим жить. Я, честно говоря, не разделяю такую позицию, потому что хоть кто-то меня не устраивает, но вот такая аргументация существует. Понимаете, вот у нас на протяжении этого года законодательное собрание несколько раз голосовало за определенные кандидатуры на ту или иную должность. При этом почему-то большинство голосовало за, при том, что человека абсолютно не знали, его управленческий опыт, это загадка, значит, и уж тем более загадкой остаются те результаты, которых он достиг, будучи определенным управленцем в другом месте. И каждый раз я говорил о том, что, коллеги, куда мы торопимся, давайте подождем, давайте вот человека назначим исполняющим обязанности, значит, посмотрим... Назначим ему определенный срок, да? Да, посмотрим, как он отработал на Пьемский край и в интересах ли Пьемского края, а после этого утвердим, потому что до этого времени утверждали людей, в том числе они не из Пермского края, которые к нам не имеют никакого отношения, и Пермский край ведет впервые. Вот здесь ровно такая же ситуация, вот как это объяснить? В своем бизнесе, я уверен, каждый или в своем доме, в своей семье, значит, нанимая определенного работника, 150 раз посмотрел бы и договор, 150 раз взвесил бы качество этого сотрудника и ту оплату, которую ему согласовывают, и только после этого принял бы определенное решение. Но когда речь, к сожалению, идет о каком-то бюджете, и вроде бы как бюджет воспринимается что-то такое мифическое, да, большое, значит, но вот относительно мое, значит, к сожалению, идут вот такие голосования, и, к сожалению, значит, побеждает точка зрения, что пусть там Ренова или не Ренова. Я не против, честно говоря, Ренова или не Ренова. Я за то, чтобы обязательства были четко сформулированы. И чтобы все было абсолютно законно. Конечно, чтобы было законно, и чтобы к определенному сроку у нас все-таки возник аэропорт. А так, когда мы, знаете, там силовым способом пытаемся провести то или иное решение, я считаю, что мы, во-первых, формируем неправильную среду и неправильные посылы, в том числе для органов местного самоуправления, для тех, кто тоже разыгрывает конкурсы, тоже проводит соответствующие конкурсы, может быть, по более меньшим объектам. А во-вторых, собственно говоря, демонстрируем некую безответственность по отношению к интересам Пермского края. Вот я считаю, что в этой связи мне было важно говорить, чтобы коллеги слышали, и многие коллеги говорят о том же самом, и я их поддерживаю, и они меня поддерживают, что если мы что-то делаем для Пермского края, то это, безусловно, должно быть в интересах избирателей и людей, жителей Пермского края. Ну и как вы считаете, удачным был вот такой опыт, когда такое сопротивление яростное депутатов все-таки привело к такому результату?